Всем привет! Рад, что вы смотрите это видео. Сегодня поговорим на такую достаточно взрослую, пикантную, интимную тему. Будем обсуждать то, каким образом хороший минет влияет на отношения с мужчиной. Возможно ли хорошими оральными ласками удержать мужчину в своем пространстве, чтобы он никогда не думал об измене, не ходил налево. Знаете, так часто говорят, что надо мужчину отпускать из дома утром с пустыми яичками и с полным желудком. С одной стороны где-то смешно, с другой стороны вроде бы и правда. Я тут же вспомнил такие исторические моменты на этапах развития эволюционного человечества, когда мужчина, покидая дом раньше, тысячу лет назад, полторы тысячи лет назад, десять тысяч лет назад, не уходил из дома, не оставив в женщине своей семени своего. Ну, на всякий случай. Знаете, погиб, волки съели его, влюбился в амазонку, пока охотился. А тут как бы жена забеременела, наверняка он подрастет, если мальчик еще, то хоть будет защитник какой-то. Ну и как бы так сопоставляя некоторые моменты, вроде бы да, так слушаешь, ну здорово, прекрасно. А с другой стороны, ну не может же женщина каждое утро мужику там, простите меня, наяривать, чтобы он с пустыми яйцами уходил. Ну тоже маразм какой-то. Ну вдруг у нее настроения нет, а вдруг она не хочет. То есть как бы жить вот в таком зацикленном состоянии, что если он уйдет с полными яичками, то там проблема. Слушай, ну что, больной что ли? Ну и с полными ты ушел, ну что теперь, бросаться на всех вокруг. Ну как бы мы приходим к выводу, что это бред полнейший, да, по поводу этих яичек пустых. Даже если он с полными уйдет, ничего страшного. Вопрос в другом. Вопрос в том, многие женщины сейчас посещают различные курсы, где им, значит, рассказывают, как правильно отсосать мужу, там, мужику своему. Ну и простите, что я такие слова говорю, ну как бы как есть, так и есть, взрослые люди. Вот ты там научишься, значит, делать ему супер минет, он там охренеет, блин, и будет тебя всю жизнь любить. Вот как бы об этом мы сегодня поговорим. Но я могу сразу сказать, что гораздо круче любого минета на женскую психику влияет работа над собой, над своей самооценкой. Поэтому, если вы хотите прокачать ее и думать над тем, как в таком истинном, в своем собственном женском потоке быть счастливой, переходите по ссылочке под этим видео и регистрируйтесь на мой шестидневный бесплатный диагностический курс. И вы поймете, что с вашей сексуальностью, потому что это очень важно. Если женщина там даже будет делать супер, супер, она как пылесос в Дайсон будет там у него высасывать все, ее вакуум будет создавать. Если у нее проблемы с сексуальностью, то есть технически она может исполнять это. А если у нее дефицитарная либо деструктивная сексуальность, на энергетическом уровне он не будет восприниматься. Вот этот оральный процесс. Вроде бы приятно стало, а потом хрен его знает. Вот там вы продиагностируете свою сексуальность деструктивную, дефицитарную. Посмотрите на то, присутствуют ли у вас в вашем теле какие-то блоки, энергетические зажимы. Например, тот же тазобедренный блок, который также влияет на сексуальность. И вот за 6 дней мы разберем разные темы. Если вам это интересно, пожалуйста, после просмотра данного ролика регистрируйтесь. Ну, я вам расскажу такую историю. Давным-давно, когда меня только впервые начали приглашать на телеканал «Спас». Там, значит, естественно, прекрасно понимаете, о чем на телеканале «Спас» говорят. О вере, о Господь, о милосердии, о заповеди и так далее, и так далее. И на одном из эфиров, значит, я заканчиваю эфир, выезжаю, и мне звонит моя знакомая. Звонит такая вся взбудораженная и говорит, «Марк, слушай, ты случайно не будешь мимо моего офиса проезжать? Мне очень срочно нужно с тобой там посоветоваться». Ну, я говорю, вообще не вопрос, конечно, заеду. И выехал с телеканала, значит, и заезжаю к ней в офис. Она выходит, а она такая, знаете, женщина, ну, очень крупногабаритная, наверное, там, за 150 килограмм. И, ну, очень добрая, значит, такая открытая, она вся такая классная. И, значит, она выходит, идет этот колобочек такой, она не обижается, она знает, что я, ну, как бы даже если она увидит, что я записываю это видео, или поймет, что я о ней говорю. Ну, вот она такая идет по коридору счастливая, подходит и говорит, «Слушай». Ну, и там задает мне вопросы, ну, и мы зашли, значит, к ней туда в кабинет, разговариваем. А я не могу понять, как бы слышу такое многоголосие, знаете, многоголосие, сопровождающееся такими вот какими-то звуками, типа, вот так, ну, как будто кто-то блюет, знаете, как будто много людей по очереди блюют. Я говорю, что происходит? А она говорит, да, там у меня за... А, говорит, я же открыла эту школу по Минету. У меня там за стенкой как раз занятие идет. Ну, как бы, хочешь, покажу тебе? И она так, приоткрывая, значит, дверку, ну, она как бы была немножко приоткрывая, чуть-чуть так раздвигать. Я, ну, мне же любопытно, я заглядываю туда. Ну, значит, такой овальный стол. Вот, вокруг этого стола, там, 12-14 девушек сидит. А во главе стола, значит, самая старшая, кто их учит. Там, женщина такая тоже уже в возрасте. Вот, и, значит, напротив каждой из этих учащихся три фалоимитатора. Один большой, там, третий, там, второй поменьше, и третий еще меньше. И вот они, значит, там их учат, там, как горловой минет делать, как там эти, как ртом надеть, как снять, как там заглотнуть члены, задеть кончиками языка яички мужчины. Короче, ну, как бы разные там техники. Если бы вы видели глаза этих женщин, там были и женщины, и взрослые, и девушки, это надо было видеть. Она вот это пхает, слюни, слюни текут, сопли. Ее вот это обратно, у них там эти тазики стоят, кого-то рванет, это ужас. Я выхожу и говорю, слушай, как бы, а для чего это? Она, ну, как для чего? Ты знаешь, вот, если женщина хорошо, прости меня там за выражение, сосет, мужчина налево не смотрит, он не будет ходить никуда. Я говорю, слушай, как по мне, так женщина со здоровой самооценкой сосет, как может, и счастлива. Вот поверь, она будет это делать так, как умеет. Если она действительно в зрелой сексуальности, если у нее все в порядке с самооценкой, с самоценностью, все будет замечательно. Ну, если она не путает, там, сосать и грызть. Ну, это как бы две разные вещи, да? Мы говорим про минет. Она, ну, не знаю я. Ну, как бы, ну, в любом случае, какая разница, я на этом деньги зарабатываю. Слушайте, я могу вам так сказать. Я не знаю, как сейчас, мы не общаемся уже достаточно давно. Существует эта школа там, у нее не существует. Может, она какую-то новую школу там открыла. Но на тот период она была очень рада своим финансовым достижениям в процессе обучения. Потому что там у нее прям в очереди стояли женщины. Приезжали, это вот все, значит, учили. Я, как бы, ну, конечно же, часто задумываюсь над этим, да? У меня возникает вопрос. Вот смотрите. Семейная пара. В этой семейной паре присутствует определенный энергообмен. Этот энергообмен, он же осуществляется не только на уровне сексуальной близости, правда? А он осуществляется и на разных уровнях. И мы редко задумываемся над тем, что чаще всего в отношениях друг с другом мы пытаемся выйти на такой, знаете, уровень общения через инстинкты. Вот когда мужчина, женщина и знакомятся, там в большей степени инстинкты нами руководят. Да? То есть процесс размножения, слияния, сексуальная близость, гормональная эйфория. А потом, когда сексуальность угасает, то есть получается, как бы от вагины и члена распорядок отношениями, управление отношениями переходит к голове. Ну, а если голова, она как бы не созрела, если личность не зрелая, ни мужчина, ни женщина, как они будут управлять отношениями? Управлять это значит что? Это значит создавать какую-то осознанную страсть сексуальную, быть в развитии, уметь быть способными развивать свой сексуальный интеллект, например. И навык делать хороший минет, это ни в коем случае не про сексуальный интеллект. Это где-то частично к нему может относиться, как одна из форм и потребности, допустим, мужчины в этом. Дело в том, что да, действительно, может быть так, что мужчина и женщина об этом договорились. И муж говорит жене, слушай, мне бы хотелось, чтобы ты была более виртуозной в этом процессе, потому что как-то однотипно все так. Она говорит, а я хочу, чтобы и ты был виртуозным. Вот, например, у моей подруги Гали муж Гриша сырную косичку засовывает в рот и языком узел завязывает. Ты представляешь, что он там вытворяет со своей женой? Как бы я хочу, чтобы ты тоже так умел. Вот для них, допустим, это процесс и одна из составляющих улучшения сексуальных отношений. Но кроме всего этого, у них замечательные развивающиеся отношения. Вот в зрелых отношениях подобная договоренность, она в принципе имеет место быть. Но, когда отношения незрелые, когда там присутствует невротическая какая-то среда, когда женщина с уничтоженной самооценкой в позиции жертвы пытается мужика удержать хорошим минетом, а когда он там ее обесценивает, либо они оба находятся в этой деструктивной, дефицитарной сексуальности, ну а как? Такие отношения не спасти ни хорошим минетом, ни хорошим кунилингусом, ничем вообще, абсолютно. Поэтому, безусловно, здесь очень важный момент, над которым необходимо задуматься женщине. Это в первую очередь ее самооценка, это в первую очередь ее самоценность и ее истинная сексуальная энергия. Для каждой женщины очень важно найти вот этот внутренний баланс своей сексуальной энергии, своей женской энергии. Это возможно только при очень тесном контакте с собой, не с мужчиной. Когда женщина устанавливает эту связь, а устанавливается она, опять повторюсь, через самооценку, через работу с телом, через развитие сексуального интеллекта, то есть их секс и IQ должно развиваться абсолютно в ногу с тем, как вы учитесь, я не знаю, изучать новые блюда, выбирать себе платья какие-то, выбирать себе новую помаду. В принципе, на одном уровне все должно это идти. Вот в таком случае женщина действительно начинает познавать себя и воссоединяться со своей сексуальной энергией. Когда она встречает мужчину и начинает с ним общаться, то там уже не столь важны ее навыки, которыми она пытается его удивить, сколько ее транслируемая сексуальная энергия, которую мужчина считывает. И даже если где-то там вы что-то делаете не совсем в соответствии с его ожиданиями, либо не так, как он увидел в каком-то фильме, либо вы, ничего страшного в этом нет. Еще раз повторюсь, женщина со здоровой самооценкой, женщина, которая любит себя, женщина, которая живет в конструктивной, зрелой сексуальности, она делает минет так, как может и счастливо, и ее партнер тоже. Но если они захотят что-то улучшить в этом направлении, либо он в себе, либо она в нем, они это сделают по обоюдной договоренности, но только лишь потому, что их отношения развиваются. И вот эта обоюдная договоренность, и так как у них вообще все прекрасно в отношениях, это очередной виток в развитии, только уже в сексуальном направлении. Поэтому прежде чем пойти на подобные уроки, на подобные курсы, блевать там, сопли пускать, глаза выпучивать, мучиться и страдать, займитесь, пожалуйста, своей самооценкой, сексуальностью и любовью к себе. Это гораздо более безопаснее, чем пхать в рот какие-то непонятные предметы из неизвестного материала под руководством непонятной женщины, возможно, которая только это и умеет делать. А если вы хотите поработать над своей самооценкой, сексуальной и женственностью, я еще раз напомню, что я приглашаю вас пройти абсолютно бесплатно диагностический курс, состоящий из шести дней. За шесть дней вы разберетесь в себе и будете понимать, как вам действовать дальше, то есть что необходимо делать для того, чтобы быть счастливой женщиной. С вами был Марк Бартон, ссылка в описании под этим видео. Увидимся в ближайшее время. Всем пока-пока.